Здесь, в общем, есть три, как минимум, уровня. Прежде всего, это картографическая основа и большинстве карт, точнее, тех сервисов, которые предлагают нам крупные сайты. Вся картографическая основа находится за пределами нашего собственного сайта. Если, предположим, мы используем карту какую-то, там, Яндекс-карту, Google-карту или OpenStreet-карту, в данном случае она вся находится на других серверах, она просто подключается. Соответственно, дальше, то, что мы устанавливаем на себя, мы устанавливаем на самом деле просто окно. И в дальнейшем, то, что мы подключаем, я в прошлом сения, извините. И, соответственно, дальше мы подключаем дополнительные объекты, которые можем как вручную добавить, так и взять из базы данных. У нас есть три основных сервиса, которыми пользуются разработчики. Это OpenStreetMaps, Google Maps и Яндекс.Мапс. Вот вы какими картами пользовались из этих трех? Или, возможно, чем-то еще пользовались? Яндекс.Гугл. Хорошо. Ну, собственно, Google Maps. Здесь плюсы есть в том, что она очень распространена. И это, пожалуй, первый вообще подобный сервис, который появился. Есть хорошо разработанная API. API – это как раз интерфейс для использования с помощью сторонних сервисов. То есть для использования каких-то приложений, чтобы сделать какую-то свою красивую карту. Собственно, для успешности Google Maps сыграло очень важную роль. Ну и простота в использовании. И хорошее покрытие по всему миру. Относительно хорошее. Но здесь минус в том, что все, что бы вы ни делали на Google картах, принадлежит Google. Да, и в данном случае картографическая основа, и это нужно очень хорошо себе представлять, что в какой-то момент Google решит сделать рекламу на Google, именно на картах. Или скажет, что все мы закрываем. Он так не скажет, наиболее вероятно. Так или иначе, основа Google карт вам не принадлежит. Вот. И это, на самом деле, потенциальная проблема. Соответственно, ограниченные возможности краудсорсинга. Кто из вас знает слово краудсорсинг? Краудсорсинг – это когда вы отдаете что-то толпе, условно говоря. Крауд – это толпа, сорсинг – это, соответственно, источник. Соответственно, если у вас, например, есть много рутинных задач, то вы можете, соответственно, попросить ваших пользователей, например, пользователей вашего сайта, помочь вам в решении этих задач. И это очень сейчас популярная тема. Но, собственно, для картографии она используется для того, чтобы, например, вот у вас есть какая-то деревушка, вот. И в этой деревушке, соответственно, у вас вообще нет покрытия. Вот у вас случалось когда-то, что вы, например, пользуетесь картами, и вы видите, что у вас нет вообще там улиц, например, или там неправильно что-то отображено. Были такие случаи? Ну, вот, собственно, если бы у вас есть возможность краудсорсинга, то вы можете прийти в редактор, например, этой карты и сами нанести. Вот, собственно, в Google Maps этого нет. Но есть и двух других. OpenStreetMaps как раз построена исключительно на краудсорсинге. Это карта со свободной лицензией, то есть она принадлежит всем пользователям. Вот, она открытая, и, соответственно, большое сообщество в России, и это все создается не корпорацией. И в этом, кстати, конечно же и минус, да, потому что всегда есть вероятность неточности. С краудсорсингом это всегда проблема, да, у вас есть много людей, которые, энтузиастов, которые хотят что-то сделать, и они что-то делают, и иногда очень хорошо, но при этом никто не несет за это ответственности. Вот в чем проблема. В отличие от корпорации, которая несет ответственность, но она, правда, не всегда может эту ответственность как-то реализовать. Ну и, конечно же, минусы у нее, что недостаточно документации, хотя все больше и больше сайтов переходит. Например, в Википедия она раньше использовала Google Maps, с этого года использует OpenStreetMaps, прежде всего из-за того, что они используют свободную лицензию. Ну и, конечно же, вот проблемы, о которых я уже сказал, и связанные с краудсорсингом. Яндекс карта. Все на русском. Это очень хорошо. Это вообще, Яндекс вообще наш, поэтому это все здорово. Хорошее покрытие по России, но при этом, в отличие от и Google Maps, и OpenStreetMaps, значительно хуже покрытие по остальному миру, хотя они, конечно, над этим работают. Вот, проприетарная, несвободная картографическая основа, это тоже важно, но при этом есть краудсорсинг, у них есть такая вещь, как народная карта, и вы можете пойти на эту народную карту, и, например, если в вашей деревушке, или, ну, я в данном случае говорю, вот какой-то улицы, или просто там деревушка, где у вас дача, я не знаю, или там какие-нибудь дальние родственники, вот, например, у меня здесь тоже там где-то там где-то дача, там не всегда улица помечена, вот, и просто ее нанести, очень удобно, да, и в данном случае, если вам что-то не хватает, вот, ну, и, конечно же, простота в использовании. А теперь про то, что мы, как это дальше мы вставляем вот эти вот карты на сайт, и он состоит, соответственно, из двух вещей. Если вы сами когда-нибудь попытались на свой небольшой сайт или там на большой сайт ставить, это, в общем, есть такая вещь, вы вставляете ее, там у вас всегда дается какой-то код для вставки, да, вот, и он состоит, это вот HTML, это JavaScript, и в данном случае можете все это пропустить, это я просто показываю примерно схему, да, и, соответственно, данные для отображения объектов. Если вам непонятно, это все окей, в данном случае это просто как… Давайте договоримся о том, о каких терминах мы говорим чуть дальше, когда мы говорим о объектах уже, собственно, на карте. Вот, точки на карте, понимаете, что это такое? Если кто-то не понимает, потому что сейчас это вот, вот этот вот важный момент, чтобы мы все понимали, вот, на карте, когда вы ставите какие-то точки, это называется маркеры в профессиональном жаргоне, вот, поэтому я буду… Вы видели когда-нибудь такие штучки? Это когда мы ищем какой-то дом, да, и он нам подает такой красный вот пузырь. Да, 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 я в данном случае выбрал просто чуть более красивый, вот. Да, это то, что вот этот пузырь, это в профессиональном жаргоне называется маркер. Дальше, например, я не знаю, вы видели когда-нибудь, чтобы у вас какая-то территория была отмечена на такую карту. Это называется полигон. В данном случае полигон – это, соответственно, поле много, гон – угол, да, соответственно, многоугольник. И здесь показано 6, но этих многоугольников у них может быть сколько угодно углов, сколько угодно ребер. Вот, соответственно, любые области, очерченные на карте, это будут у нас полигоны. Ну и, соответственно, есть линии, да, просто из пункта А в точку Б, если вы делаете какой-то маршрут, то вы, соответственно, можете, она у вас может быть какая-то извилистая, вот, идти вдоль дорог, просто из точки А в точку Б. Вот, и, соответственно, слои. Есть такая вещь, как слои. У вас вся карта представлена в виде слоев, да, весь вот этот вот Google Maps, это вот набор слоев. Вот у вас здесь есть маркеры, да, вы можете здесь линии наложить, а это, собственно, та картографическая основа, которая берется из Google. Вот очень надо, самое главное – это вот именно такое понимание, да, просто все усвоить, как создаются эти карты. Вот, ну и, сейчас, ну и, соответственно, как у вас эти маркеры, эти точки, эти пузырьки привязываются к карте. Есть два ключевых способа. Первый, то, что когда вы задаете, то, что у вас у каждого пузырька есть два, две координаты, да, широта и долгота. Я думаю, ну, в широту и долготу в школе все проходили, да. Одна показывает, где у вас, соответственно, относительно меридиана, другая – относительно широты. Север-юг, запад-восток. Вот. Это первый вариант. То есть вы можете узнать, например, там, широту и долготу города Нижний Новгород, вбить ее, и, мало того, вы можете узнать широту и долготу совсем, как каждого конкретного дома. В данном случае, ну, это как бы уже дальше, обычному человеку, как правило, это не нужно знать даже, и вообще, это, ну, опять же, только нужно для точности. Большинство сервисов решает этот вопрос таким образом, что просто просят вас конкретно перетащить этот пузырек, указать его, и за счет этого пузырька система сама узнает точные координаты чего-то и добавляет их в систему. То есть вообще вы даже не знаете, какой там градус северной широты или там восточной долготы, а просто для вас это проходит за пределами вашего внимания. Вот. И есть вторая вещь, но это в данном случае нам дальше важно, для тех приложений, которые я буду объяснять. Есть с помощью геокодирования, то есть вы просто добавляете адрес, и так как у всех этих сервисов, которые я рассказал, у них огромная база данных всех объектов, и у вас, например, улица Рождественская, Рождественская или Рождественка? Рождественская. Вот у нее, например, точно в базе Яндекса, Google и OpenStreet есть точные координаты ее, это все уже определено. С помощью вот этого геокодирования вы отправляете адрес, а вам возвращает, и опять же, вы можете этого даже не видеть, соответственно, какие-то точные географические координаты. Но здесь проблема, да, эти базы еще не идеальны, вообще Google Maps появились в 2006 году, соответственно, всего 6 лет совершенно новой, совершенно новой вообще целой индустрии, да, совершенно новой технологии, вот, и в связи с этим, понятное дело, что все не идеально. Я думаю, через 10 лет у нас там даже, я думаю, самые последние объекты в этой комнате будут обладать своими собственными координатами, представьте себе это.